Счетная палата Если пациент лечится в московской больнице или в Костроме, это разные цены. Но вот два однопрофильных государственных учреждения, они в Москве, могут приехать туда лечиться откуда угодно. Почему разная плата? Есть несколько видов оплаты лечения граждан. Один из них – это обязательное медицинское страхование, объем финансирования, который предусмотрен. Сейчас он составляет 97 тысяч. Ну, очень разные. 3,5% от 40 тысяч, но и самое дорогое – 96 тысяч. 96 тысяч, да. Действительно, 96 тысяч стоит рублей. Это рублей – это самый дорогой МЭС по МЭС. Дорогое лечение онкологического больного, да? Да. Вот это вот оплата лечения по обязательному медицинскому страхованию. Так, а реально сколько вообще должно быть? А реально мы тратим на полтора миллиона на него. Вот и считайте, какими способами и методами мы должны обеспечить лечебный процесс. Это действительно еще одна палата здесь права, потому что это действительно реальное нарушение, потому что мы иногда оплачиваем лечение больного из разных источников, одномоментно, и из высокотехнологической медицинской помощи, и специализированной медицинской помощи, и из ОМС, чтобы набрать средства для того, чтобы обеспечить лечебный процесс. Потому что стоимость препаратов иногда бывает такой, что ни один из видов существующих финансирования не покрывает расходов на лечение. Например, один из препаратов, который применяется при миеломной болезни, одна баночка 25 таблеток стоит 500 тысяч рублей. А сколько таких баночек надо? Таких баночек нужно 3-4. На весь курс лечения? Да, на весь курс лечения. Поэтому дорогостоящие лечения у отдельных видов патологии таково, что на самом деле это проблема, и подогнать ее под один общий знаменательный невозможно. Одну и ту же патологию, скажем, например, рак легкого, мы можем пролечить за один объем, а можем получить сожженность за другой объем. В одном случае просто стандартная операция без осложнений произошла, а в другом случае возникли большие осложнения, и больной зависит в реанимации на полтора месяца. Вот как сориентироваться пациенту? Вот ему поставили раковый диагноз, вернее, онкологический диагноз. Как ему сориентироваться? Как ему понять, что он может уложиться в те деньги, которые у него есть? Он вообще не должен думать о том, какие деньги укладываются. Это вообще противоречит самой идее социальной защиты граждан. Он должен получить в соответствии с Конституцией в государственных учреждениях бесплатную медицинскую помощь. А уж как она покрывается, это вопрос уже не его фактически. Где лечить, скажем, рак желудка? Самый распространенный мужчина, правда, рак легкого самый распространенный мужчина, да? Рак легкого, рак желудка, высокая степень заболевания. Так, где лучше всего лечить рак легкого в России? В России в онкологических учреждениях только. Это я понимаю, почему вы так говорите, потому что по новому приказу считается, а вот это ваш предшественник подписал согласие на то, что можно онкологические заболевания лечить в любой многопрофильной больнице, была бы там хирургия. Правильно? Неправильно. Ну, это я понимаю, что это неправильно. А как теперь быть? Ну, этот приказ вызывает вопросы, но приказ есть приказ, и он выполняется, потому что есть определенная заинтересованность отдельных структур, в том числе и коммерческих структур, заниматься отдельными видами лечения онкологических больных. Чаще всего это хирургический метод, им более всего нравится. А мы же говорим все время, что есть комбинированные методы, и надо решать, какой сначала, какой потом. Чаще всего требуется комбинированный комплекс на лечение пациента. Так что делать с этим приказом? Не знаю, этот приказ нужно пересматривать, с моей точки зрения, но это моя точка зрения, с ним могут не согласиться. С Михаилом Ивановичем невозможно не согласиться, потому что это было доказано в исследованиях, когда проводят сравнительные данные по выживаемости больных, лечившихся в специализированном учреждении и вне специализированных, разница может достигать 10, 15 и 20 процентов. А берут там рак желудка, предположим, в общей сети и в специализированной разница. Вот по раку кишечника, по Москве, разница, по-моему, 15 процентов, когда больной лечится в специализированном онкологическом учреждении и не специализированном. И даже в Москве направляют в обычную больницу, там, скажем, если у человека рак желудка, его направляют не к вам и не на Бауманскую, а куда? Он может сам выбрать. Он придет, и раньше, если был 915 приказ, который был сделан так, что онкологическая патология, к чему идет сейчас весь мир специализации, должна лечиться только в специализированных учреждениях, потом его поменяли на 945, который говорит, что может лечиться везде. Дело в том, что определенный интерес к этой проблеме возник в коммерческих структурах, которые хотят получить деньги. И они лоббировали этот приказ? Безусловно. Это раз. Во-вторых, такой тезис был рожден, деньги идут за больным. И когда деньги идут за больным, больным уже не интересен. Интересны деньги, которые за ними идут. Идет борьба за деньги. Поэтому те учреждения, которые не брали за эти виды патологии, сейчас активно берутся за эту патологию и пытаются лечить. И мы сегодня, онкологические, завалены рецидивами. Повторными возвратами. Повторные – это самое худшее, что может быть. Да. Вот так повторно никто не берет. А первичные берут. А повторных направляют к вам и к вам, да? Да. Практически выглядит как. Вот больного прооперировали, грамотно не назначили дальнейшее лечение. Или не грамотно соперировали еще. Или и то, и сё, и комбинация. И потом, когда уже мало что можно сделать, ему говорят, идите к онкологу. Есть другая профессия. Спасибо. Продолжение следует...